Я не стараюсь не составлять супер список вопросов, чтобы это не выглядело как твое интервью, а чтобы мы просто поговорили. И тема мне какая была интересна с тобой поговорить на тему того, как зарабатывать на стендапе, когда ты там популярный комик и конкретно выступать со стендапом. Ну мы видим, у нас есть явные примеры, а как вот зарабатывать на стендапе не только с выступлений. То есть я говорю сейчас про клуб, про какие-то вещи. Сейчас в Москве открывается очень много разных заведений, их стало столько много, и там и с джазом, и с клоунами, и с армянами, и с цыганами, с чем только нету. И вот мне было интересно, как у тебя, как ты пришел к этому и что вообще происходит. Мое знакомство с вашей организацией было, когда вы делали какие-то вечеринки. Вот, кстати, в этом же помещении. Нет, теперь там стендап-кафе. Там стендап-кафе. Где мы делали, да. А, короче, какие-то были... Это называлось Рестабар Борода. Точно, точно да. Да, это был мой первый объект в Москве. Я же со знаниями переезжал сразу из Краснодара. У меня был большой набор знаний, как организовывать мероприятия. Как оказалось, его вполне себе хватало, чтобы в Москве выводить мероприятие на другой уровень, в отличие от того, что я посмотрел. А что значит другой уровень? Слушай, ну я вот, когда перебрался, я первые три месяца, наверное, может четыре катался, повсюду выступал. У меня была какая-то медийность. Сам просто? Ну да, 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 я переехал. У меня была какая-то финансовая подушка не очень большая. Мы там хорошо заехали в квартиру, очень дешево, со Славиком, с Никифоровым мы заехали. Его казахские там друзья, коллеги как-то, короче. Мы заехали, академическая станция метро, она близко к центру, очень. И мы заехали в двухкомнатную квартиру за 25 тысяч. То есть я платил меньше, чем в Краснодаре я платил за аренду. Но хата соответствовала стоимости всецело вообще. Там этот дом под снос, там катастрофа, конечно. Но на старт это было очень хорошо. Это большая экономия была всего. Плюс мы с комиком сразу заехали, с дисциплинированным на тот момент сильно. Сейчас возвращается он в эту штуку. Он даже сильно тренировался и сам тренировал. Поэтому у нас был ранний подъем. Мы все, мы были в движении. Там были вот стендап-фестиваль питерский какой-то еще. И то есть я смог посмотреть там за 3-4 месяца комедию, как она выглядит вообще в принципе гораздо больше, чем до этого за 6 лет. Я ее увидел изнутри, познакомился со всеми организациями. Так как у меня были вот эти комеди-баттлы и все остальное. Что-то, за что можно было цепляться, чтобы меня ставили в приоритет немного на проверки, там еще куда-то. Получилось все посмотреть. И я тогда искренне недоумевал от площадок, с которых народ восторгается. То есть там были площадки типа «Дорогая, я перезвоню на микрофон, в который стремилось попасть как можно больше людей почему-то». Хотя там не было ни сцены, ни адекватного света, ни адекватного звука. Там сзади сидели люди. То есть там часть посадки была сзади. Слава богу, сейчас уходит это из Москвы фраза типа «Опыт». Это набраться опыта. А набраться опыта они вообще все что угодно называли набраться опыта. Ты мог в столб выступать. Вот так по бокам люди. И ты вот, твой центр, куда ты валишь, это столб, это большая колонна. Ты набираешься опыта. Ты куда-то ездишь, чтобы якобы набраться опыта, а по факту кто-то зарабатывал на этом всегда. Я вот это посмотрел, все посмотрел, как оно делается. Понял, что так, наверное, быть не должно. И мы начали готовить. Вот я там, я пришел персонально в некоторые заведения. Я в бороду пришел, говорю, я вот такой, вот такой, вот такой тип. Я хочу начать делать у вас стендап. Вот такой-то день мне нужен. Мне от вас требуется на первую вечеринку ничего, но дайте мне базу, дайте мне возможность звонить у вас здесь. Я заработаю с входа сам. И мы собрали на первый микрофон в бороде. То есть комиков-то я знал, они подключились быстро. Мы собрали на первый микрофон в бороду 120 человек. Это деньгами сколько, можешь сказать? Да, любая бумажная купюра был в ход, но мы сделали ведро не после, а перед. И я собрал 38 тысяч, не взяв ни копейки с организатора. Я сам провел, я заплатил диджею, заплатил дизайнеру, заплатил еще кому-то. У меня чистыми осталось 25. Я такой, так все, вот тебе коммерческая модель. Пацаны, которые держали заведение, ошалели, что у них в среду, ну типа вот так может быть. Говорят, давай каждую среду. Я говорю, давай, но мне тогда деньги нужны, потому что я хочу штат делать. Я сам этим не буду заниматься точно, мне и вести, и обзванивать, и собирать, и стоять на входе. Это все большая проблематика на самом деле. Они говорят, да, давай, сколько. И вот мы там выставили первую планку, у нас 15. До 15 тысяч стоил микрофон с того, что давала именно площадка. И мы вход забирали. То есть у меня были стандартные 15 тысяч, 5 тысяч какие-то шли на таргет, 5 тысяч шли менеджерам, звуковикам. 5 тысяч шло на ведущего, если вел кто-то другой. Ведро мы там делили как-то понятейно. И вот так вот запустились вечеринки в Бороде. Потом в малом зале я там сольник сделал через какое-то время, потому что аудитория со мной познакомилась как с ведущим. И все, мы очень быстро на лыжи встали. Потом я арт-директором был этого помещения очень долго. Прям очень долго. Бороды. Да, и организовали мы там стендап до самого конца, до ковида. Был, ну типа, общее закрытие было всех заведений. Там же нечего было делать. Но я и по карте-директорам работал, там это было заведение без идей. Там просто пытались всеми путями собрать людей. Да, квизы, вот это стандартная, знаешь, палитра. Хотя площадка же восхитительная. То есть там рынок, вот когда я занимался этим. Хорошее место, высокие потолки, там все вот это. Да, вот в чем прикол. Когда я этим занимался, рынка съемок и техничек не было еще. Он уже после появился, когда Medium Quality стала Medium Quality. И все начали очень много снимать. И появилась потребность в таких площадках. Мы туда заходили. Единственное, что там, я на бороду всегда, наверное, злой буду. Потому что они же украли проект весь. То есть весь проект стендап-кафе, он украден. Мы ему вот дали. А это те же люди, которые сейчас стендап-кафе делают? Там уже сменилось много чего. Там руководство просто не меняется. Руководство то же самое. То есть те, кто, грубо говоря, хозяев. Да, владельцы, владельцы бизнеса, да, те же самые. Мы с ними хорошо общались очень. Они были на открытии Патриков. Они были на открытии Патриков. Они видели, какой был движок. Я же тогда придумал систему проверочных концертов. Их же тоже не было. Никто не давал сольники второй, третьей линии комиков. Никто этот рынок не осваивал вообще. Там сольные концерты делало очень мало комиков в целом. Типа их делали только там Нурлан, Белый, Каргин. Вот та верхушка. А я, повыступав со всеми по городам, поездив, я понял, что там и у Амариана давным-давно есть сольник. У Чабдара давным-давно есть сольник. У них у всех есть сольники. И на рынке этого нет. Мы запустили вот эти проверочные концерты. Причем открытие Патриков было. Там два проверочных в день стояло. Там на открытии было у меня, следующий у Вики. Там приучите, что было ограничение по посадке, когда мы все открывались. Ну, типа там были... А вы открывались в ковид? Ну, да. То есть Патрики открылись в 21-м году? Да. В 20-м мы строиться начали. Мы в 20-м начали уже работу, вот именно в этом помещении. И вот мы там... Мы открылись, по-моему, первая волна карантина была полгода. Потом мы опять закрывались. Короче, мы прямо в 20-м были открыты. Мы там в июне... 24-го июня мы открылись. И вот мы проработали там с ограничением. 50-60 человек. Были вот эти ограничения, но мы убрали столы. Часть столов мы убрали. Загоняли людей на вход подороже. Ну, короче, да все получилось на самом деле. Полтора месяца был полный зал каждый день. И все было хорошо. И эту схему быстро украли. Ну, как все-таки вот появилась на рынке новая штука. И стендап-кафе с этого открыться решило. Плюс я к ним перед тем, как мы все на ковид уходили. Был же проект с Пашей, с Волей. И мы хотели поменять площадку. Мы снимали в кетчапе рядом. Да, точно, кетчап. Да, и мы хотели снимать в Бороде. И я с Пашей пришел туда. И Паша, вот все, как сейчас выглядит Борода, это вот мы сидели с продюсерами этого проекта, рассказывали им, как нужно перестроить площадку. И слушали, да нет, а как мы столы срежем? А зачем? А что это? А куда это? И у меня было очень много удивления, когда это на выходе так и получилось. Вплоть до гримерки. Они там выдавили объект. У них рядом был кальянная, которая принадлежала другим людям. Они отжали этот бизнес. И в итоге вот это полноценное стендап. Хорошее место. Просто принадлежит не очень компетентным и ответственным людям, которые не понимают, что с этим делать. Да, и в другие руки это будет. Поэтому прыгает объект. Конкуренция сейчас ест все. Сейчас открывается много места, уже открылось. И я думаю, что конкуренция сама расставит точки над «и» и будет понятно, где хорошо, где плохо. Так так и есть. Там Армен когда был, он с навыками. С навыками, со знакомствами. Я просто не знаю, честно говоря, никто… Армена я узнал там вот недавно, то есть кто это такой, но к тому, что там про стендап-кафе я ничего не знаю, как там вот эти все вот моменты были, или что, кто плохой, кто хороший. Я как бы не сильно хорошо знаю. Знаю, что просто открылось очень много заведений. И ты знаешь, мое мнение, как проверить заведение, хорошее или плохое, знаешь как? Это ты заходишь в туалет, и вот если там воняет, и нету хороших бумажных полотелец и мыла, то это плохое заведение. Вот я так определяю. Так это правильно, по туалетам надо смотреть. Я смотрю не только просто… Я вот именно концертные площадки сейчас начал смотреть еще по тому, по дороговизне того, что они… как они сделали сцену. Мне очень это тоже важно. Ну вот, поэтому если там чисто, если там порядок, то дальше тоже будет порядок, и будет все хорошо. Значит, у тебя на кухне бокалы моют, люди в перчатках работают, еду готовят правильно, и санкнижки есть. А если у тебя стоит там где-нибудь веник, там бумаги нет, там уже все обосрано, черкаши на унитазе, то вряд ли это хорошее заведение. Получается, вы открыли Патрики, и сейчас на сегодняшний день, грубо говоря, это твоя основная деятельность. Ну, основная, наверное, туры все-таки. Бары я стабилизировал, я там появляюсь, когда нужно что-то исправить. То есть, там этот проект, который приносит какие-то деньги тебе, условно говоря. То, чем я прям занимаюсь, я составляю расписание, то есть, лайнап месяца всегда на мне. Я общаюсь с артистами, продюсирую проекты, которые там снимаются. В Патриках? Да. Мы же достаточно в одно время начали делать каналы, и вы, и мы. И я просто помню, как мы выходили в одних цифрах какое-то время, двигались, 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 и потом вы такой большой скачок достаточно совершили, и на сегодняшний день у вас там в два раза больше подписчиков, чем у нас. Канал на сегодняшний день приносит какие-то деньги? Как что? Просто приносит деньги деньги или нет? Тут же тоже вопрос, что мы подразумеваем под деньгами с канала. Если брать выступление, продажу билетов? Да, конечно. То есть, грубо говоря, он является таким одним из движков продаж? Это реклама, да. Я думаю, это реклама. Я никогда не планировал зарабатывать с него. У меня не было задачи партнеров кучу найти и все остальное. А потом выяснилось, что у нас их и не будет. Просто из-за контента. Внутри российские компании не будут соприкасаться с политикой. Ну, то есть, там какие-то запросы иногда поступают. А у вас на канале, типа, много политики? Ну, ты же слышал, что я выпускаю. Ну, я, честно говоря, не могу сказать, что я там сильно погружался в то, что ты там выпускаешь. Я какие-то вещи видел, но вот я не помню, что там прям... Не-не, тут не так работает. Работает так, что вообще просто упоминание о политике. Типа, условно сказал, назвал какую-то фамилию, все, значит, нельзя. Да, ты сейчас у нас на рынке так устроено, что если есть выбор между тем, кто ничего не говорит и кто хоть что-то говорит и может вдруг когда-то начать говорить лишнее, выберут 100% выберут чистое. Хотя мы юридически, в абсолютно точно юридически легальном поле, все хорошо. Сейчас юриспруденция дело относительное. Слушай, да вот, ну нет же, я же коммуницирую очень много по поводу того, что выпускаю. Я о том, что когда ты что-то говоришь и вообще в целом если говорить про законодательство, оно, ну, как я дипломированный юрист могу сказать, что закон он такой же, он как бы очень нивелированный. То есть ты можешь с одной стороны посмотреть на ситуацию, можешь посмотреть с другой стороны на ситуацию. И вот это вот позволяет, например, в некоторых статьях есть где там, на, например, вот в ПДД, на усмотрение, например, инспектора. А какое усмотрение у инспектора, это как бы неизвестно. В целом просто есть высказывания и они, за ними тянутся последствия. Получается, грубо говоря, ютуб-канал это не основной приток денег, это как реклама у вас работает. Ты говоришь... Вот я сейчас, я отправил второго человека в тур. То есть до этого я сам только ездил. Я отправил Гошу. Гошу, да. И это работает. Работает? Да. Блин, круто. Чуть меньше, потому что цифра вот он выпустил два кусочка, но мы так и планировали, что ты выпускаешь два, за месяц до твоего тура мы начинаем их выкладывать и смотрим конверсию, как это работает. А в тур человек едет не с этим же материалом? Нет, конечно. То есть условно говоря, то, что вы выкинули, это типа реклама того, какой я классный, посмотрите, какие у меня классные шутки, а еду я с другими шутками. Да, само собой. У меня поэтому и запрос очень большой к тем, кого я в резидентуру беру, чтобы это были очень продуктивные типы, готовые писать дисциплинированно. У нас поэтому почти все пить перестали. У нас перестали пить, у нас перестали кайфовать, ребята очень много пишут, очень много занимаются спортом и пишут. А кто у вас сейчас? Человек 20 уже. Что это за команда, что за ребята, которые у вас? Владос, Лешин, Мурат Иркенов, Гоша Белобородов, Леша Серенко, Хета Кольев, Захар Рубцов, Катя Зайцева, Настя Виневитина, Андрей Калмачевский, Егор Свирский. Из тех, кого я помню, кто часто появляется. Да, но это не запрещает им работать в каких-то других проектах. Я никогда никому ничего не запрещал. У меня там были какие-то моменты с тем, что ты если готовишься в съемку к нам, я же с тобой работаю, я с тобой пишу. И пишу я много с ребятами, то есть мы им создадим материал. И когда начинается, что мы писали, 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 и ты такой, ой, я в стендап на ТНТ прошел, я туда пойду, все отнесу. Почему? Ну, основание какое, братан, я же потратил время, я не взял себе ни копейки денег. Я писал, потому что я хотел, у меня вот есть там какая-то своя сверхидея на канал выкладывать материал, который больше никуда нельзя выложить. Ну, то есть вот он такой должен быть интересный, только здесь ты его можешь рассказать. И это, если ребята берутся за эту задачу, чаще всего получается хорошо. То есть мы там открыли много прикольных чуваков даже за последнее время. Есть два, кого мы открыли и их забрали сразу. Это вот Ульяна Красильникова, которая сколько лет пыталась там, занималась, непонятно, но она много обивала пороги, много где поснималась, но вот этого внутреннего какого-то, знаешь, что человека нужно было собрать, оккультурить, сказать, ты очень крутая, нужно просто в правильной форме тебя показать людям. И вот мы ее собрали, выпустили, 60 там, около 70 тысяч просмотров сейчас у нее на том куске, что мы выложили, но ее быстренько забрали в женский, она вот сейчас сниматься должна в новом сезоне женского стендапа. Диму Илюхина взяли, убрали весь дешевый мусор, который у него был по шуткам про внешность и все остальное, выпустили монолог, я из Донецка, Дима Илюхин сейчас везде по проектам его начали таскать. Хотя Димка еще не готов к этому. То есть, вот это тоже проблема нашего комьюнити, что мы иногда перевыполняем задачу в плане того, что мы там с комиком делаем, и у объединения вообще у нашего всего российского складывается ошибочное мнение про этого комика, что он там высокоэффективный, хорошо работает, много думает, а по факту это гомункул, которому писало несколько взрослых мужчин, которые разбираются в комедии. Таких примеров тоже много. Есть стендап-клуб, есть канал, который рекламирует мероприятия и туры. Теперь давай поговорим про туры, соответственно. Сейчас это является основным источником твоего дохода, как ты сказал. Ну или там, типа там. Да, да, да. Неожиданно. Никогда так не было. Да, вот мне всегда было интересно, честно говоря, я вот, наверное, из тех людей, которые вообще никогда в жизни не ставили на то, что можно зарабатывать стендапом. То есть, я вот, я всегда смотрел на это очень, ну так, типа, знаешь. Потому что ты бизнесмен. Ну, не знаю, может быть и нет. Ну, короче. Слушай, да я же видел, как у тебя в Владивостоке, я тебе несколько раз респект выписывал за то, как у тебя выстроена система работы. Я бы на твоем месте вообще в Владивостоке не выбирался. Да, я не к тому. Я про то, что получается, что... Спасибо, что ты отметил, конечно. Я к тому, что возьмем, там, не знаю, какого-то известного комика, который снялся в каких-то там супер телевизионных проектах, поснимался долго, и вот он ездит по турам. У него каждый день тур на три месяца, он расписан, и там он собирает большие залы по пять тысяч человек. Да, для меня это понимать, ну, понятно, что это за математика, какие это цифры. А когда, грубо говоря, вот мы разбираем вот этот вот феномен, когда у тебя есть небольшой канал, там с каким-то количеством, есть клуб, как бы к каким цифрам здесь мы стремимся? К нормальным? Конечно. Вообще, с турами такая фишка, что нужно вовремя поехать. Этот момент нельзя пропустить. То есть сейчас кейс Орлова единственный верный. Как становиться через, не через телек популярным. Орлов вовремя поехал, его вовремя повезли, и его очень правильно повезли. Его повезли по маленьким городам, его повезли повсюду. То есть у нас в России есть огромное множество городов, где пойдут вообще неважно на кого. Плевать. Ты просто приедь. Большие города, понятно, вот большие города ты едешь, ты попадаешь в конкуренцию, ты начинаешь конкурировать с другими привозами, с другими концертами, у людей есть возможность поубирать. А если взять там условный Нефтьюганск, куда никто не приезжает вообще. Я поехал туда, там спросили у зала, кто меня знает, меня знало 10 человек. Но они все равно пошли, им нечего делать, они просто пришли, но они все, кто пришли, они придут еще раз. Вот что прикол. Ты приехал такой, бах, и все. Я это видел, вот по маленьким городам, у нас их, к сожалению, было не так много, потому что там побоялись. Ну вот у меня концертная, она же учится тоже со мной. Я у нее там первый артист, и мы вот все, так как у меня есть механизмы, я ей могу что-то объяснить. У нее есть механизмы, она что-то знает, и мы вот там совокупно как-то сейчас пытаемся вот. Второй тур уже был помягче, попроще, но сразу ДК. То есть она меня сначала по барам прокатила, потом по ДК. У нее пока задача все сложнее и сложнее становится. Она не может стабильно такая раз, хотя по барам, сейчас она Гошу повезла, уже она все понимает. То есть до нее это уже семечки. Гоша уже налегке едет. Гоша уже, ну типа, на моих ошибках, гошанных минут. Ну вот смотри, бар собирает сколько? 100 человек? 100 человек. 100 человек, это, ну допустим, билет в среднем там 1000-1500 рублей. 1000, средняя цена 1000, 800-1500. Да, 100 тысяч рублей ты собрал. В эти 100 тысяч рублей тебе нужно потратить деньги на билет, на привоз, на гостиницу, разрекламироваться. Гостиница не везде. Типа бартером что-то там нашли? Не-не, бывает, что ты, если ты поездной, если у тебя сразу, ты спишь в поезде. Бывает, какие-то города выскакивают. Ну это, конечно, это, конечно, романтика серьезная, да. Этот город выскакивает, ты просто логистически можешь не попасть. Так и у больших артистов случается. Я тебе так скажу, я с Викой же тоже ездил, мы там, когда писали, когда, ну вот, там сольник у нее уже на этапе съемки, все, но там были моменты, когда мы катались, и там были моменты, когда вот она большая, стадионная, она тоже не спит, она тоже в аэропорту там 2 часа как-то вот так вот в этом, випке в какой-то пытается на кресле перекорнуть, просто потому, что ты не успеваешь логистически. Поэтому бывают просто города, где ты на поезд садишься ночью и едешь. Ну, а вот это все стоит, то вот эти 20 тысяч, которые ты заработаешь? Ты не 20 зарабатываешь, ты больше зарабатываешь. Вот со 100 тысяч в среднем, чаще всего, ты ничего не платишь площадке, никакой аренды, потому что это бар, забираешь весь вход. 100 тысяч. Рекламная компания на 100 тысяч не дороже 15 обычно. При учете, что у тебя основной толчок рекламный, он с ютуба идет. То есть, твои люди, они посмотрели концерт, они пошли на сайт покупать билеты. Основной трафик идет все равно оттуда. У нас вот такая модель. Местные объединения берутся на помощь, платятся разогревающему комику, платятся менеджеру, который помогает встретить гостей. Чаще всего местные комьюнити, вот за то, что ты просто их взял на взаимодействие, на разогрев и там за менеджмент заплатил, они рекламу по своим ресурсам делают тебе аван, ну, бонусом просто, ты за нее ничего не платишь. За исключением некоторых рассылок или обзвонов точечных, если нужно там с кем-то договориться. Ну, вот еще 10 тысяч. 75 у тебя остается. За вычетом всего там вообще 60. Короче, вот прям все я тебе закладываю, все возможные билеты, нормальный отель я тебе закладываю туда уже. 20% забирает агент, 48 тысяч с города ты можешь зарабатывать. И это с выходных ты уже получаешь нормальные деньги. Ну, по сути, московскому комику в среднем, там, условно говоря, какому-то там среднему назвать, не знаю, это же нормальная цифра, это можно за выходные. Но с гораздо меньшей эффективностью в твоей будущей карьере. То есть ты приехал, 100 человек идти, это твои 100 человек. Там, может, 10-20 отвалятся, но ты в следующий раз приедешь, у тебя уже есть база в этом городе. И в некоторые города нужно по многу раз приезжать, чтобы там какой-то намек на ДК собрать. Я вот в Казань год ездил, может, два ездил на все их вот эти платные мероприятия, которые есть. Уже была у меня медийность, но я все равно к ним катался, просто чтобы казанский зритель ко мне привык. И потом я первый сольник поставил у них в клубе, мы там со скрипом 100 человек собрали, потом что-то раз-раз солдаут, потом два солдаута, и потом мы попробовали ДК. Ну, то есть это... Собрали ДК? Полностью нет. То есть у меня солдаута по ДК за тот тур не было ни одного. Тут нет смысла обманывать. У меня была средняя цифра людей, у меня в городе сейчас 350 человек. В большом городе у меня есть 350 человек. Меня это устраивает. Ну, типа там, математически это хорошие деньги, так как мы еще и вход везде подняли, взвинтили. Он стал дороже. То есть я за год с комика, который ездил по 800 рублей, превратился в комика, который ездит за 4000 кое-где. Ну вот в Москве мы собрали 1000 при учете... Ну как, мы продали 800, 1000 мы посадили в коро, и мы бы продали его весь. Но там случился крокус. И крокус в целом мне тормознул вообще... Ну как и всем, он тормознул туры дальше. То есть там мы выждали все траур, все понятно, потом с ближайших... Ну вообще с остатка тура я часть денег перевел на помощь пострадавшим, естественно. То есть мы поехали, мы это анонсировали, чтобы это не было кощунством, что я поеду все равно зарабатывать, хотя люди все равно, но они писали, пишут то, что пишут. Но мы при учете всех этих обстоятельств продали 800 билетов. И это было там одно из первых больших мероприятий, куда люди такие... Но вопросов, что будет по охране, было очень много. И в целом, если бы я вовремя не поехал, я бы не набрал какое-то количество аудиторий в каждом городе, в большом. В Екатеринбург точно надо ехать, чтобы они к тебе привыкали. В Екатеринбурге мы ДК поставили, потому что Екатеринбург попросил. Там есть спот, клевое место, одно из лучших, на самом деле. Вот я там клубы посмотрел все, практически в России. Спот это что такое? Стендап-спот, это екатеринбургский стендап-порт. Очень клевый, я тебе советую, спешись с Гором, с Горианцем, познакомься, вы найдете общий язык, точно. Скатайся. Они, у них огромная своя база, они умеют продавать на комиков самостоятельно. Я вот там первый сольник в споте поставил, настолько там уютно, я тебе даже описать не могу, короче. Я там выступал 2 часа 47 минут. Я не хотел уходить со сцены, мне было гиперкомфортно, и всем гиперкомфортно, и вот там второй или третий приезд в Екат, у меня люди уже спросили, там по 2 концерта мы ставили, говорят, почему не ДК, уже пора, давай. Но мы стратегически ошиблись, мы поставили на 8 марта, название стендап-шансон на 8 марта была не очень хорошая затея. Мне мужики там подходили в цвет, после которой фоткались, говорят, пришла бы и жена с подругами, но они, говорят, они пошли, они пошли кайфовать, они пошли гулять, поэтому, ну типа вот там за часть городов я уверен, но точно нужно ехать по маленьким городам. Сейчас, на сегодняшний день, у нас есть достаточное количество клубов в Москве, которые работают, функционируют. Мне просто интересно, какое количество еще должно открыться в Москве, чтобы идея открытия клуба перестала в голове у кого-то существовать? Блин, я просто еще не все считаю стендап-клубом. Ну, есть такой момент, да. Я думаю, что надо уже начать разделять концертную площадку от стендап-клуба. Стендап-клубов в Москве два. Это вот наш и в трубное. Потому что все остальное это концертные площадки. Стил, возможно, будет стендап-клубом. Главный прикол стендап-клуба это же комьюнити, это люди. То есть, там должен быть понятный резидентский состав, там должны быть свои проекты, у этого должно быть настроение какое-то. Ты не просто зарабатываешь на концертах. Ты создаешь, даешь дорогу своим типам, ты там больше, гораздо больше, чем просто мероприятия внутри заведения. А то, что наоткрывалась куча концертных площадок, да ну, оно посхлопывается так же быстро, как и пооткрывалось. Мы же видели это уже. Вот ковид не пережило много заведений. Какие-то концертные заведения были, которые именно со стендапом связаны, закрылись? Да, были прям стендап-клубы, которые закрылись. Да? Да, хаос закрылся. Ну да. Хотя он с идеей был. С идеей был, с людьми был, и все там было нормально. Закрылся, он не потянул. Сейчас, в момент времени... Как я понимаю, потому что там у Руси проблемы были вроде как бы... Ну, ничего не мешало команде работать дальше. Ничего не мешало. Если бы идея была сильно рабочая, если бы она переживала контекст времени, все, все могло. Там Карина Сальхова, кто еще? Кирюха Касумов, они же опытные волчары, на самом деле... Но они уже не работали, когда был там, по-моему, они уже там... Перепридумай систему, систему финансовой мотивации, люди останутся работать точно. Вон, Саша уехал, импорт оставил на людей, сам живет где? В Лондоне сейчас, но у него же здесь все работает, потому что коммерческая модель рабочая. Киселев. Потому что коммерческая модель работает, и все там зарабатывают. То есть он же-то не схлопнулся, понимаешь? Часть людей живут, остаются на рынке. Если ты... Если у тебя заведение существует вокруг одного человека, этому заведению рано или поздно придет пиздец. Поэтому мне то, что наоткрывали сейчас, это все так. Это все баловство. И оно же там становится хуже положение. То есть те деньги, которые они платят артистам, уже много кого не устраивают. Потому что рынок-то ну растет по чуть-чуть. Опыт растет. У нас нет средней прослойки среднеизвестных комиков. Мы потеряли очень важный сегмент рынка. Вот когда мы открывались, были очень известные люди, были среднеизвестные люди, были такие, которые только начинают, и были прям совсем юные. И было все очень четко понятно. Кого ты зовешь, сколько это стоит, куда, что и как. А сейчас с обилием проектов, с обилием всех, все начинают, как будто вот кто рился там делать или что-то еще. У всех запрос вырос немного. Все стали там с 10 тысячами подписчиков в инсте или где-то еще. Люди сразу начинают требовать другие деньги, сольники и все остальное, хотя они еще очень не скоро начнут их собирать. И рынок из-за этого вот он переломался весь. То есть сейчас есть функционеры, которые по 5-10 тысяч выступают, но это тоже не вечная история. Как только откроется что-то такое крепкое, альтернативное, что сможет комикам платить стабильно больше, очень много площадок схлопнется. Очень много. Ну либо они будут работать до того момента, пока люди не перестанут туда ходить из-за просевшего качества. И мы сейчас наблюдаем, ты свидетель, мы наблюдаем, как одна из площадок центральных в стране сейчас медленно идет к этому. Медленно, но верно, они идут к тому, что скоро придется что-то, либо что-то сильно кардинально менять, либо они закроются. Тут еще, знаешь, какая тема, что я просто, что я заметил еще, что получается, стало мало очень мероприятий, на которых вот в открытых микрофонах их просто как будто бы нет. Нет, их есть много, просто ты уже не в этом сегменте. Ты не выступаешь, тебе не нужно в этот мир уже. Ну может быть, как будто бы просто у нас же вот, если смотреть на Москву, одним из больших, как бы таких, как сказать, мастандонтов, были по открытым микрофонам, это стендапы Моска. Ну, они остаются. Но я, находясь там в группах, которые у них есть, как будто мне кажется, что именно в открытых микрофонах у них стало меньше. У них несколько чатов. Ну, это вот история про клуб, да, я знаю, я в двух чатах или в трех даже, там сколько-то. Это история про клуб без клуба. Вот у них удается держать этот клуб без клуба? Да, да, да. Не, они вообще молодцы по-своему. То есть они, у нас же там, когда я перебрался, когда мы там пробовали какие-то попытки профсоюзов создания и всего остального, там были хорошие шаги предприняты. Во-первых, по минимальным условиям для выступления. То есть там раньше стендапы МСК делали мероприятие, а вообще плевать где, плевать в каком помещении, плевать в каких условиях, лишь бы был микрофон и погнали. А потом, мы же с Копченовым очень много общались, с Копченовым, и с Мамаевым, все это их первушкой, очень долго общались на предмет того, что почему вы вот так, вот так сделаете, сделаете вы сцену, сделаете вы свет, но откажитесь вы от части заведения, и к вам придут другие с запросом свыше, вы начнете больше зарабатывать. По поводу платного входа мы с ним очень долго спорили. Он в итоге на платный вход перешел и посмотрел мне как дела сильно выросли. Ну то есть там большая часть площадок всегда были на депозите, они такие, вот депозит, депозит, мы там депозит гостям ведем, а там ведро потом поставим, заработаем. Да нет, не надо этого делать, вы можете сразу себе всю коммерцию нормально нарисовать до этого. И вот сейчас они подизменились, и они прекрасно выглядят. Кинотеатры, большие площадки, стендапы Маска выросли, то есть они стали крепче, потому что они в состоянии идем за временем. Ну это вот, если говорить про эту модель, когда увидел первый раз, я подумал, что это очень неплохая модель, потому что по сути у тебя нет аренды, у тебя нет офиса, тебе не надо ни за что платить, тебе не надо платить никакие лицензии, никакой алкоголь, ты вообще по сути практически как бы свободен от многих вещей. Единственное, что у меня вызывало вопрос, это с обратной стороны, я бы был, если бы директором пиццерии, я бы никогда в жизни не позвал бы себе выступать комиков и платил бы им такие деньги, потому что это настолько не как бы целесообразно, ну вот по крайней мере, где я вижу. Поэтому и надо было переходить на вход, в этом и была задача, то есть там, когда была вот эта коммерческая модель, что мы приходим на площадку и нам обязаны заплатить, эта модель умерла, площадки все поняли, ну и в едальню бесполезно идти, это вот первое, что я понимал еще в Краснодаре, что там, где вкусно кормят, ты там не нужен точно со своей комедией, там люди идут из-за еды, ты там им вообще не упал никак, а обращаются чаще всего площадки, проблемы с людьми, да. Проблемы с людьми, нужно нагнать, и площадка будет тобой пользоваться, пока ты им гонишь людей, пока они их не переделают в свой там какой-то новый костяк, они от тебя спокойно откажутся. Но таких организаторов, вагон, братан, которые так работают. В Москве? Очень много, да. Я выходил из чата этого общего на моменте, когда там было больше ста человек, это организаторы, либо команды организаторов, то есть там, я думаю, их больше 30-40 точно, у кого одна площадочка, у кого там 3-4 площадочки, но они все занимаются организатором. А ты думал о цифре? Какая цифра в день мероприятий стендап проходит в Москве? Можно посмотреть на афиши. Мы смотрели недавно. Я пытался считать? Я думаю, больше 50 точно. Мне кажется, еще больше. Я просто устал показать еще, показать еще, и я устал смотреть. А это с платным входом. Там на Яндексе нет бесплатных мероприятий, а они есть, они остаются. То есть часть мероприятий, где вход свободный, там есть организаторы, которые до сих пор там за ведро бахают, где-то что-то. Мы еще не берем вот там дальше третьего кольца. Там же тоже мир вообще другой. Кальянных, майков, вот этого всего. У меня ребята некоторые там в Подмосковье до сих пор катаются за 3000, где-то выступают, что-то как-то делают. Я думаю, рынок стендапа в Москве, мы сейчас видим процентов 15-20 от силы. И видим уже верхушку. А что там, как вот, откуда они появляются? Иногда я в шоке. А будет такое, как ты думаешь, что вот в какой-то момент люди такие сказали, да устали мы, надоели нам вы все? Зависит от рынка, как он будет меняться. От чего-то они устают уже. От чего-то они устают уже. Поэтому же появляются вот эти вот стендапы, джаз. Ты такой, да вообще оно не нужно. Стендапу нужен стендап. Если он будет хороший, у него будет все хорошо. Да, но вот если говорить про коммерческую составляющую, мне кажется, что это на сегодняшний день это один из самых успешных финансово прибыльных проектов. Для всех причем. Для прокатчиков невероятно удобно. Просто еще не все прокатчики до этой схемы доперли. Хотя говорю, вот прокатчики умные, которые, первая же, вот кто Серегу взяла, она, Дарьяна, она же с музыкантами работает, с музыкальным лейблом, который катал музыкантов очень сильно. И у них были все инструменты, настроенные подгруппы заранее. И просто они, оп, интегрировали и такие, о, так тут не райдера, тут не нужно ничего тащить за собой. Стойка, бутылка воды, один человек, ну два с концертным директором. Да ты что, это золотое вообще все в плане маржинальности. Это круто. Сейчас, когда прокатчики, все большие прокатчики додумаются до того, что нужно комиков возить и на этом можно зарабатывать, не только прям большие монополисты типа МТС, которые пытаются все, вообще всю концертную деятельность выкупить. Вот у них это вряд ли получится, они рынок, ну много займут места, но типы, которые просто шарят, вот Вику возят же тоже музыкальные прокатчики, Vido Music, они много кого, они Моргена возили по России, они типа профессионалы по музыкантам, они музыкантам до сих пор организовывают туры большие. Это такое, он получается кабакский стендап, но он получается... Ну конечно. Туда очень много людей ходит, то есть, если сравнивать, смотреть, например, там, как собирается публика на обычный стендап, и как собирается публика на стендап и джаз, ты видишь, что вот тут 10 людей больше, и они едят, они пьют, они тратят деньги, у них другое настроение. Но как формат, он чуть-чуть... Конечно, для того, чтобы именно выступать и кайфовать, как тебе классно в стендап-клубе выступать, конечно, это не то немножко. Комики там выступают вынужденно. За деньги, да? Да, вынужденно. А это вот, это все прекратится в тот момент, когда у комиков будет больше выступлений, где они должны выступать не вынужденно. Или когда у них просто исправится фин... Ну, все их финансовое положение, они же сразу перекращают выступать везде. То есть, я тебе могу сказать точно, как комик... Что комик думает по-настоящему про все комьюнити, про все мероприятия, вот в тот момент, когда он станет чуть-чуть известный. Вот тогда становится все понятно. Когда он такой, все, никакие больше сборные концерты. То есть, ему прям сильно плохо было все это время. Вот я так по Стаховичу смотрел, как Леха рос. Как он такой, я никогда больше не буду выступать, не пойду ни на одну проверку. И вот ты в итоге приходишь к своему комфортному полю, где ты можешь валить. Ты выбираешь себе чуть-чуть проверок, где тебе нужно приходить, где тебе комфортно по времени дают столько, сколько тебе нужно выступить. Ты выступаешь с сольными концертами, где собираешь свою аудиторию какую-то новую, но тебя пригоняют. И все. И ездишь по городам. И вообще стараешься не касаться этой планетки. Потому что я вот на мероприятия типа стендап и джаз я не хотел бы, я бы не хотел бы оказаться в тот момент, что мне необходимо для выживания в Москве выступать на таких мероприятиях. Ты знаешь, я чуть-чуть с тобой не соглашусь в этом вопросе, потому что вот, да боже, взять вчерашнее выступление, Сергеич, да офигенно круто было выступать. Полный зал, люди реагируют, кайфуют, ты выходишь, особенно если у тебя там супер заготовленный какой-то материал, ты с ними пообщался, я только 10 минут с ними разговаривал, это было все в сопле. И то есть, да, раз на раз не приходится, но бывают и такие выступления, когда ты сильно кайфуешь. Да ну, это потому, что ты себя так настроил. Ты понимаешь, что вообще в целом для меня, вот я как человек, который организовывает мероприятия для комиков, у меня комфорт комика стоит на первом месте. То есть, у меня задача всегда была такая, чтобы комик вышел, чтобы у комика не было такой мысли в голове, сегодня-то, а вдруг там будет не очень, а вдруг сегодня что-то не пойдет. Вот если такая мысль есть, значит, мероприятие не очень хорошо сделано именно для комика, на мой взгляд. Ну, может быть, здесь чуть-чуть, просто нужно, когда ты понимаешь, что такое коммерческое мероприятие, когда ты делаешь что-то для творчества, это разные вещи. Для меня коммерческие мероприятия должны быть деньгами сильно обоснованы. Вот, поэтому, когда ты понимаешь, что это твой заказ, и ты едешь на него, это твоя работа, и, а если еще и ты все правильно сам сделаешь, это твой профессионализм тоже отличается же от того, как ты будешь выступать, ты же можешь настроить людей, кому-то сказать, надо ему говорить или нет. Окей, не, я же тебе говорю, если это коммерчески обоснованно, да, на мой взгляд, если ты едешь на мероприятие, где есть стендап, и что-то, что-то еще, это уже ближе к корпоративному мероприятию, и оцениваться оно по бабкам должно иначе. Если у тебя есть сравнительный ряд, где ты выступаешь, вот берем среднюю цифру, эту 5000 рублей, ты где-то можешь выступить за 5000 рублей, но там вместе с тобой фокусник, живые музыканты, еще кто-то, ты выходишь, борешься с пьяной аудиторией, потому что у тебя нет ни охраны, никого, и ты должен включить все свои механизмы, чтобы эти 5000 отработать. И параллельно у тебя есть условный стендап-стор, который полностью платит все то же самое, но создает все обстоятельства, чтобы ты просто вышел так же на полный зал, дал чистой комедии, без ничего, не переживал за то, что в тебя кто-то стакан кинет, и ты спокойный выступил, заработал те же деньги и ушел. Понимаю, но ты сейчас выбрал парадиму, где есть две точки. Ну да. А вот смотри, а я тебе говорю, что есть еще точка посередине, потому что, по сути, корпоратив отличается в том, что там люди приходят на стендап и джаз. Они не приходят на свадьбу к этому Людмиле и Леониду. Они приходят конкретно на джаз, они послушали джаз, они за это время выпили, поели, и потом выходит человек и говорит, дальше у нас стендап. Здесь есть правила, здесь есть охрана, здесь есть стол. Я с тобой согласен. Но опять-таки, если не брать свадьбу как крайность, есть корпоративы, где все, кто присутствует на корпоративе, они знают, что будет стендап на корпоративе. И они в этот корпоратив деньги вкидывают, потому что там будет стендап. Но это повод, у них не стендап, а повод у них корпоратив, это разные вещи. Но, я тебе говорю, то же самое, я проходил через такие корпораты, где вот проходит там то-то-то-то-то, потом выходит ведущий, вот все, ради чего мы собрались. У нас приехал комик, мы его ждем, они рассаживаются, садятся, фокусируются, и я выступаю. Да, я понимаю, что там будут бухие, да, я понимаю, что я в конце, но их также подготовили. И коммерчески я сильно больше заработал, естественно, гораздо больше заработал. Здесь я думаю только про комика, что если есть какие-то усложняющие моменты твоего выступления, ну, оцени себя чуть побольше. И в то же время я думаю, что если ты едешь в стендап-клуб, ты должен выступать дешевле, потому что там нет усложняющих моментов, ты точно в мед попадешь. Поэтому там туры по стендап-площадкам у меня первые были за любые деньги. Я вообще не называл сумму. Я вот что тебе позвонил, сколько? Ты вот это назвал, я говорю, я еду, все, потому что мне кайф в клуб поехать. Я здесь не вправе называть ничего, потому что ты мне людей соберешь, ты меня привезешь, ты мою безопасность обеспечиваешь, ты меня кормишь, поешь, все остальное. Конечно, я должен там выступить за те суммы, которые ты назвал, потому что ты коммерчески выстраиваешь как-то это все. И в Казань я ездил по 10 тысяч рублей долго, когда уже здесь зарабатывал 50-100. Но я понимал, что их выходные стоят столько, и он мне не может заплатить больше, потому что вот с этих денег он потом там еще кому-то что-то ну, пораскидывает, что-то они снимут, местным заплатят. Да, а сейчас, получается, вот по стране ты покатался, вообще, где есть клубы сейчас? Какие, помимо тех, которых мы знаем? Блин, так почти везде. Уже почти везде есть. Очень много есть где клубы, да. Специализированные? Да, да, да. Открываются? Помимо Казани, Екатеринбурга, Владивостока, Краснодара и Ростова. Новосибирск. В Новосибирске открылся стендап-клуб, и там в целом культура очень сильно развитая. Где еще? А, Рязань. В Рязани есть стендап-клуб, Панч называется. Это вообще клуб хендмейт. Ну, то есть, там, Дима Птицыного своими руками сделал. И там очень дешево. Все. Ну, типа, там прям пацаны в натуре своими руками делали. Он на трех работах работал, чтобы как-то открыть для рязанских комиков клуб. Вот там вход 150-200 рублей на некоторые мероприятия. То есть, там прям сильно-сильно. Вот я туда езжу, просто потому что это... Я же туда не поеду за эти деньги, за которые... А Рязань час ездит от Москвы? Ну, близко. Пару часов. Я туда езжу, просто потому что, блин, да им надо людей пригнать, помочь там чем-то как-то, чтобы они чуть-чуть заработали, чтобы они там как-то их комедию вперед толкают. И все пацаны, кто так же делает, им большой респект. Туда и Атлас вот катался. Тоже ему не нужно. Но вот туда приезжают просто потому что это стендап-заведение. И таких, ну, их многенько. В Ростове два клуба. Два клуба? Да. Я не знал. В Ростове есть клуб, который просто вот сотрудничает со стендапом на ТНТ. А есть флэш-рояль пацаны, которые открыли свое заведение. Флэш-бар он называется. Сейчас они переезжают с одного места в другое. Тоже стендап-клуб, тоже специализированное заведение. Просто вообще с другой стороны людей черпают, с другой стороны они по творчеству заходят. Я не знал, что здесь второй. Потому что у тебя взаимодействие все идет. Там с Камилем в рамках стендапа на ТНТ. Клуб Камиля гораздо лучше. Лучше оборудован, лучше сделан. Но пацаны точно существуют, нормально, у них есть своя аудитория, они проводят свои мероприятия, что-то снимают себе на канал. Этот маршрут тоже может быть успешным. Я о том, что для меня удивительно в одном городе, когда это не Москва и Питер, может открыться два клуба. Если есть альтернативные притоки аудиторий, вообще легко, вообще спокойно. Потому что вот пацаны флэш-ояльевские, они же вообще с другой стороны. И их знают там. По КВНам их знают, их знают. По видосикам на Ютубе, по другим совсем проектам, это совсем другая аудитория. В Ростове больше миллиона человек живет. У них много людей может на стендап прийти. И одно заведение в 100 человек не вместит всех этих людей, точно. И вот к флэшам ходят. В Краснодаре можно два клуба открыть спокойно и будут оба полные. Я уверен. В Казани вот пробовали, просто те, кто пробовали второй открывать, не очень компетентные были. Но они пытались создать островок альтернативной комедии. Пытались. Просто не очень получилось. Альтернативные в плане того, что есть, или просто... А, типа вот, в прямом смысле альтернативные, да. Да, это, наверное, в каждом городе такое бывает, когда... Кого-то не пускают. Они сбиваются в коалицию. Такие, если есть там кто-то с деньгами, они расы открывают. В Воронеже есть стендап-клуб. Где еще есть стендап-клуб? Из того, что я знаю точно. В Иваново есть стендап-клуб. Ивановский стендап-клуб. У них прям было место, потом место закрылось. Я думаю, они скоро откроются еще раз. И это из того, что я помню. Но мест больше. Ну, вот ты вот, прокатившись по этим клубам, понятное дело, я не хочу, чтобы мы сейчас скатились к тому, чтобы ты говорила, что какой лучше, какой худше, а вот какие вещи ты увидел, которые тебе понравились. Такое часто бывает, когда ты входишь в какое-то заведение, ты какой-то, знаешь, там фишечку подцепил или где-то понравилось, или тебя поразила какая-то вещь. Вот такие вещи есть для стендапа, которые ты увидел? Ну, в Екатеринбурге атмосфера самый теплый зал сейчас из всех вообще в России. Почему он такой? Я думаю, там ребята очень много работы провели по поводу того, чтобы так было. У них нет заказов во время концертов, не ограничено обслуживание, ничего, просто нет. У людей есть возможность заказать на сборе гостей. Они приучили аудиторию к этому и все, когда начинается мероприятие, все направлено на сцену, только мероприятие. И в целом екатеринбургские зрители, ну, это аномалия, я не знаю, как так устроено, там в плане всегда очень смешно, всегда очень смешно. Рязань, это просто из-за того, насколько они вопреки существуют, я туда вот, я с большим уважением отношусь к такому заведению. Краснодар и Ростов очень по понятным лекалам сделаны, то есть это просто профессиональное место с профессиональными продюсерами, которые работают на большие холдинги. Понятно, как там все. Понятно, что там самые крепкие комики страны, страны в рамках этого региона, которые пишут под определенные проекты, все, там медийка, там вот ходят, для них там все создано для гостей, чтобы они пришли себе и почувствовали сопричастными к какому-то большому стендапу. У тебя самое масштабное, что я видел, по всем городам вообще, самое масштабное объединение по количеству площадок, по количеству возможностей того, что ты даешь комикам местным, больше нигде нету, нигде не выстроено. Так, чтобы был свой большой зал, где был свой средний зал, где был свой малый зал в городе, такого просто не существует, ни у кого не было нормального армянина с деньгами, ни в одном помещении, ну типа, ни в одном городе. У нас тоже его не было. Ну вот появилось же, поэтому для меня вы феномен, что вы не масштабируетесь в рамках своего региона, не становитесь сильно большими, вы делаете от обратного. Ты, вот у Арсена Кушхова есть мечта, все консолидировать в Краснодаре, но нет ресурсов, а у тебя есть ресурсы, но ты этого не делаешь, ну то есть вас местами поменять, и вот Арсюха так устроил сейчас у него все его продюсирование, которое вышло там на какой-то вообще иной уровень в плане того, что он коллективы какие поставляет сейчас продакшену, у него уже есть возможность в Краснодаре все делать, чтобы мы из Москвы звонили и говорили, а можете ли вы приехать, и по-хорошему так и должно быть. И у тебя есть такая возможность так сделать. Вот Екатеринбург так сделал, просто в маленьком масштабе. Они внутри себя находятся, это круто, у них есть свое, они снимают самостоятельно, им не нужна Москва, они по Уралу двигаются, нормально зарабатывают денег, и клуб им приносят, и там у них есть корпоративные выступления, все остальное, и вот там я или кто-то еще, мы звоним туда, я звоню, говорю, пацаны, я бы вас снял вот в таком-то проекте, вы не были бы против приехать ко мне? Мне говорят, либо интересно, либо неинтересно, то есть они сейчас на входящих, они не мотаются по кастингам, им это не нужно, вот это круто, вот так нужно делать. Наверное, все, все остальное, типа просто не хочется ругать, клуб какой бы он ни был, он молодец, он существует, он когда-то допилится, доделается, докрутится, но ребятам не хватает некоторым на стадии открытия элементарного понимания там простых вещей касаемо шума, который может быть там в их локации, который может мешать их концерту, не хватает ликбеза с персоналом, который иногда дистанцию все равно нужно держать, за что я люблю профессиональные заведения с нормальными владельцами, которые объясняют официантам, вы с комиками там не братишки вообще, ну не должно быть ни обнимашек, ничего, вы не можете просто спонтанно ни с чего в гримерку завалиться или еще что-то, типа так должен сохраняться, понятно, что там не в звездной болезни дело, большая часть артистов, они и сами очень контактные, но бывают моменты, я видел по городам, иногда такие, когда просто в гримерке, пойми сколько людей, я не понимаю, кто это, я не понимаю, почему они здесь находятся, почему мне какие-то типы про что-то рассказывают, про какие-то делишки, потом мы куда-то там что-то должны поехать поделать, но это в целом, я в рамках тура нахожусь, я в постоянных перегрузках, в постоянном напряжении, и никто это никак не регламентирует, ну то есть всем плевать, от этого просто никто не сбирается, потому что такие, ну ты же приехал, ну что вот, давай мы там, мы максимум выжмем от твоего приезда, это не очень хорошо, в такие города просто больше ездить не хочется, вот такая штука. Субтитры сделал DimaTorzok